всем привет сегодня у меня на обзоре оптический прицел от компании свамп дир этой компании уже девять лет и следующем году она будет отмечать десятилетний юбилей а переводе на русский свам дир это болотный олень вот такие у нас олени водятся открываем такую красивую коробочку я постараюсь не затягивать чтобы было все это интересно сделать такой какой-то быстренький обзорчик так смотрите мануал вот такой вот мануал у нас идет на английском языке показано конкретно этот прицел знаете как бывает один на много 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 разных прицелов так в принципе ничего нового но красивенький красивенький такой вот мануальчик вот с таким вот значком такой олень тип того значит тут еще есть бумажечка тоже про оленя значит что мы тут имеем так как этот прицел первой фокальной плоскости у него идет здесь сеточка и сеточка полностью вот по сеточке просто тыри-пыри тут короче все все движения все миллиметры все сантиметры километры все указано на этой сеточки на вот этой стороне на правой стороне здесь написано параметры прицел 416 на 44 в первой фокальной плоскости так значит а релиф заявлен 80 диаметр трубки 30 отстройка у нас идет миллирадианах один щелчок один мил значит подсветка красная я пробовал как всегда подсветка у нас для сумерек не больше что еще тут интересно значит у него заявлена стойкость полтора килограмма это очень хорошая стойкость ну и значит добавим еще немножечко параметров 330 33 сантиметров это длина из 650 грамм вес без колец давайте посмотрим саму оптику здесь вот такие вот у нас подковки с двух сторон поролоневые значит идут у нас вот эти колпачки обычные колпачки вот этот даже покрепче держится значит здесь у нас насажена чтобы я так понимаю чтобы коробку лишнее не забирать я уже естественно посадил его на колечки это идет насадочка которая идет это антибликовая типа сюда накрутить и получается крутая такая штука ну принципе если дно приделать можно использовать как стаканчик значит что еще у нас тут есть довольно вменяемые клики довольно меняемые клики значит прицел прицел довольно светлый аберрации по кругу нету очень приятная сетка не перегруженная значит центрально подсвечиваемая крестик вот этот с точкой ну я как вы знаете кто меня давно смотрит я не люблю эти разорванные крестики но в принципе эта точка довольно таки приятная для глаза значит на четвертой на четвертой кратности и увеличиваем ну здорово здорово мне нравится сетка скажем так не так как я люблю но она не перегружена здесь написано красиво hd pro 416 на 44 сфир фи фи пи фи пи здесь вам дир здесь опять hd pro и и тут hd pro довольно таки светлая стеклышко мне понравилось очень понравился прицел в принципе в принципе хороший но как он работает по как он работает я не знаю у меня появилась такая идея протестировать этот прицел но то что мы делаем всегда это мы делаем вменяемость кликов да это мы относим мишень там 25 50 метров как карта ляжет делаем вот эти вот тут квадраты этот рисуем из пяти выстрелов и смотрим на уход или не уход стп от кратности на 100 метров вот но добавок к этому прицелу помимо того что как бы внешне он не понравился как он не вид у него щелчки и все это мне понравилось как он будет работать еще не знаю кстати не сказал в комплекте идет абсолютно ненужная вещь это вот этот рычажок который вкручивать сюда ну тряпочка и помощь для тех у кого проблемы с влаговыделением а что дальше значит во первых к этому прицелу мы сейчас приложим человека который только что купил себе карабин это будет чудо карабин просто это карабин такой которая редкость скажем это будет сайга 308 тире 1 со стволом 555 миллиметров роман можно тебя попросить так сказать в кадр к нам прийти здравствуйте ром вот у тебя такое чудо чудо смотрите какое чудо вот принципе вот такую палку купил у нас роман у тебя я так понимаю карабин какой-то еще есть да какой 545 на 39 так 543 так 033 а здесь я смотрю ты из нового тыльничек поставил и дожигатель поставил но я так понял решил живым быть с нормальными ушами что с магазином у тебя так понимаю магазинчик у тебя родной да вот что я думаю во первых давай от компании павган у тебя сделаем магазин у тебя же на 8 патронов давайте сделаем магазин такой побольше чтобы тебя было похоже на вот такую на м16 вот сразу такой вид вообще такой такой мужественный такой да вот мы сейчас поставим на твой на твой карабин поставим вот этот прицел и посмотрим вообще как он как он себя покажет поставим мы его на вот этот кронштейн который кто не видел вот здесь вот на голове повешу ссылочку зайдите посмотрите довольно-таки прикольный прицел но я его хотел попробовать именно на чем-то мощном и тяжелом и так вот как раз совпало мы сейчас проверим на вот этом кронштейне кто не видел вот этот вот замечательный прицел от компании с вам кстати не пошатал не пошатал отстройку диоптрий максимально выдвигаешь не шатается а посередине а не будем кривить душой шат есть посередине шат есть что-то даже как-то и забыл расчувствовался наверное но изображение не меняется в принципе наверное этот шат можно будет убрать закрыв его крышечкой вот и поднять себе настроение его ценой и и принципе шат шат у нас исчезает наверное сейчас мы с вами попрощаемся для вас это будет ровно одна секунда а мы сейчас за кадром установим вот этот прицел на вот этот кронштейн вот так установим это все хозяйство на вот этот чудо карабин приведем к нормальному бою и к вам вернемся не уходите мы переместились на стрелковое место сейчас увидите на расстоянии 50 метров у нас стоит мишень это вертикальный лист а4 с черной точкой верхнем левом углу то есть наша задача сейчас отстреляться пятью патронами все время будем целиться в эту черную точечку и вносить поправки я думаю что на расстоянии 50 метров но с учетом того что я думаю по 20 кликов будет нормально сейчас мы посмотрим кстати как она и будет и все это вот увидим значит ром пристегиваю магазин у тебя там сейчас 5 патронов все новое так досылай патрон патронник давай не суетись делай первый выстрел в черную точечку даже ты вздыхаешь тут 50 метров так ладно будем делать без постановы куда попал куда попал а потом за кадров мы его уже забьем ногами до смерти так значит сейчас ты там что ты готовишься к смерти заранее то готовься значит сейчас мы сделаем 20 кликов и уведем вправо не сбился вроде 20 было делая выстрел опять в черную точечку так то не ставьте на предохранитель так теперь нам нужно сделать 20 кликов вниз так делай выстрел черную точечку так смотрю и стрелять научишь по крайней мере предохранитель разработаешь точно 20 кликов влево так есть такое дело выстрел черную точечку вот это мне кажется поговорка вот это про быка помнишь 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 нет про быка поговорка не как бык поссал помнишь вот это вот так 20 вверх так делай выстрел черную точечку наконец-то наконец-то ребят я вам хочу сказать что повторяемость кликов есть а вот это вот трапеция которую у нас нарисовал рома это не что более чем карабин который первый раз сегодня стреляет вообще в целом ну и рома тоже по моему с такого оружия стреляет первый раз нет первый я я я я плюс сильно волнуется на камеру так ром давай сейчас отнесем мишень на 100 метров поставим там две мишени и ты сделаешь на максимальной и минимальной кратности ты сделаешь группу по четыре выстрела и посмотрим уход стп от кратности давай не уходите мы принесли мишень на 100 метров вы сейчас это все видите наша задача сейчас сделать группу из четырех на максимальной кратности а потом рома переведет на минимальную кратности сделать тоже группу из четырех и посмотрим стп будет уходить или нет но понятно что будет видно тебе хуже и возможно ты их раскидаешь но стп по идее должно остаться на месте так у тебя я смотрю ты взял родной магазин да ну потому что тот который я тебе презентовал его надо как говорится придать его на пилингу чтобы он хорошо туда садился у нас сейчас восемь патронов правильно 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 присоединяй их досылай патрон в патронник левая мишень четыре выстрела огонь так четыре выстрела огонь и так четыре выстрела сделано стоп стоп машина переводи сейчас кратность на минималку это какая там будет кратность 4 4 и 4 выстрела в правую мишень огонь по готовности что такое сейчас прислеп одну изменилась до понятно ты вообще видишь мишень да ну понятно из-за него понятно из-за него ты вообще видишь мишень четвертый выстрел сделать такой скоростью что я хотел сказать знаешь кидай тогда уже гранату и пойдем в штыковую так ну что ты там настрелял как ты вообще оцениваешь как ты там настрелял на 16 получше а ты вот сейчас на минимальной кратности ты видишь вообще мишень да то есть видишь да а вот я вот еще даже не смотрю мне просто даже интересно как ты думаешь из тп ушло или нет я думаю немножко ушло ушло да ну тогда пойдем наверное к той мишени и посмотрим что и как да пойдем ну в принципе вот так вот мы протестировали сразу три в одном да мы протестировали во первых даже наверное четыре в одном мы протестировали во первых новый прицел второе мы протестировали кронштейн который установлен на этом карабине мы протестировали новый карабин абсолютно новый с коробки и четвертое мы протестировали романа со своим новым карабином Ром, ну давай так же по очереди, вот твои ощущения. То, что вот ты здесь вот попал, вот, как ты говорил, лучше бы я с какой кратности начинал. Вот давай вот сам, вот ты вот начал стрелять с 16-й, а потом с 4-й. Да, может быть было бы лучше, если бы наоборот начинать стрелять с 4-й. Почему ты так думаешь? Потом на 16-й. Не знаю, перестроился как-то не очень. Мне тоже, знаешь, кажется, от плохого к хорошему как-то. Надо идти. Да. Как-то идти. Тогда лучше, да. Да, что ты вот вроде бы как отстрелялся, и потом ты увеличиваешься, и у тебя ох, как офигенно видно, и ты стреляешь. Совершенно верно, именно поэтому результат мог бы и лучше быть, мне кажется. Лучше он будет у тебя результат, когда ты, я не знаю, штук 100 высадишь с этого корабля. Да, может больше, надо больше практиковаться. Это да. Чаще надо ездить на стрельбище. Что ты мне скажешь по прицелу? Насколько я знаю, у тебя опыта с прицелом ноль. Да. Поэтому твои именно ощущения, как новичка, как дилетанта, вот как вот, как вот видно было, как вот там какие-то преломления, может быть, по кругу, там еще что-то. Я под себя очень настроил, очень легко, ну, кратность устраивает вполне, 4,16 вполне возможно. А вот вообще видимость, то есть, знаешь, как бывает, вот, бабушкины очки, когда одеваешь, у тебя что такое, че-ка бабушке хорошо? Нет, можно при себя построить легко очень. То есть, видно было хорошо? Да, да. Крест как было, хорошо видно, не двоилось, там не троилось, никуда не низ. Значит, бывает, смотришь в оптику, а у него вот так вот крест, а так загнутый. Не-не-не, нормально. То есть, нормально? Да, четко. По кронштейну, тебе понравилось, как кронштейн садится? Отлично садится. В общем, собственно говоря, вот так вот мы отстрелялись, опять же повторюсь, вот это была у нас 16-я кратность, но тут, ну, я думаю, что СТП в центре. Здесь, здесь СТП ушло вправо, вот он, где вот тут где-то был выстрел? А где вот? Вот здесь, наверное. Вот мне показалось, что вот этот, по-моему, нет, это не он? Да нет. Это больше как от скрепки похож. А где же тогда вот твой вот выстрел, скажи мне? Пулю в пулю. Будем считать, что это пуля в пулю, как бы, потом, чтобы не сказали, что это какой-то монтаж там или прочее, прочее. Но, Ром, я тебе хочу подарить подарки, я тебе уже, скажем, подарил, тебе от Павгана, тебе магазин подарил. Кстати, как магазин? Магазин хороший, надо немножко допилить. Допилить. Да. Ну, это все у нас, все у нас надо допиливать. Конечно. Теперь я тебе хочу сказать, как начинающий стрелку от компании на элемент. Ну, во-первых, во-первых, вот такой вот замечательный, смотри, какой замечательный коврик, чтобы ты вот так вот прям брал вот так вот и чистил вот так вот, красиво. Ты видишь? Супер. Вот это тебе такой вот коврик. Спасибо. И вот такое вот средство для удаления нагара, потому что я думаю, что твой карабинчик 5,45, ты уже сталкивался, что поршень в таком навозе. Да, да, да. Вот здесь будет то же самое. Это тебе от компании на элемент. Спасибо. Ну, а мы с вами, как говорится, на этом прощаемся. Подписывайтесь на наш канал. Ну, и всем пока-пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»!